Маша Вебер. Жизнь наказала забравшую у меня мужика Юлю Волкову. Имя Маши Вебер стало известно общественности в 2003 году, когда певица попала в телепроект «Фабрика звезд 3». Потом она несколько лет пела в группе Тутси, после чего пропала с эстрадного небосклона. Сегодня Маша пытается его вновь штурмовать. Об успехе в этом нелегком деле корреспондент Нин. Ру расспросил ее на музыкальном фестивале звезды русского радиа в Сочи. До прихода на «Фабрику звезд» я иначе представляла себе шоу-бизнес. Призналась Маша, первая половина моей творческой жизни была прекрасной. Меня не касались грязь, интриги и сплетни. С оборотной стороной медали я познакомилась позже. Настало время, когда певица, разочаровавшись в царящих на эстраде нравах, решила завязать со сцены и попробовать реализоваться в иных сферах. Поступила в ГИТИС, снималась в кино и сериалах, играла в театры. Разочарование Вебер, возможно, настигло из-за неудач в личной жизни. Вся страна обсуждала ее роман с сыном олигарха Парвизом Ясиновым. Писали, что в уходе Маши из группы виноват возлюбленный. Мол, узнав о беременности, он запретил Вебер ездить на гастроли. Маша была готова ради своего бойфренда на все, даже приняла ислам. Но Парвиз вскоре сбежал к солистке группы Ти, Эй, Ти, Ю, Юлии и Волковой. Тогда я очень переживала наш разрыв, плакала, но потом прошло время и я поняла, что рада случившемуся, уверяет Маша. Хочу через шокирующие новости сказать Юле спасибо за то, что увела мужика. Моя жизнь благодаря этому стала лучше, чем могла быть, я вернулась на сцену, у меня появилась мудрость, иначе стала смотреть на отношения и на доверие. Повзрослела просто, уверяет Вебер. С самой Юлей после всей этой истории я, конечно, виделась, но мы не здороваемся. Хотя вцепиться ей в лицо ногтями тоже не хотела. Вина в случившемся не на ней, а на мужчине, думаю. К тому же, в итоге все обернулось бумерандом. Жизнь ее наказала, и у них с Парвизом тоже ничего не вышло. В 2007 году Волкова родила от Парвиза сына Самира, а через три года они расстались. Интересно, что сегодня Маша общается с бывшим мужем и его семьей. Все обиды в прошлом. Когда я на гастролях, мой сын Оскар остается или с отцом, или с тетей, или с бабушкой, говорит Вебер. Оскару 13 лет, и он уже выше меня. У него поломался голос, и утром, когда он начинает со мной разговаривать, иногда пугаюсь. Мол, что это за дядька? Смеется. Он хорошо учится, занимается баскетболом, настольным теннисом, любит снимать видео для своего канала. Оскар неплохо поет, но певцом быть не хочет. Зато у него есть коммерческая жилка. Он что-то продает, например, свои старые игрушки в школе. Словом, не пропадет. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Американцы погнали засидевшегося Лукашенко в отставку. Я не проститутка, а индивидуалка. Жрица любви ошарашила Борисова прямо в эфире. Обнаглели. Андрей Малахов заступился за униженную пенсионерку. Раскрыты подробности встречи Зеленского с Крамком. Вы хотите ребенка, а он нет. Корчевникова возмутила безразличие Ефремова к беременности возлюбленной. И многое другое. Редактор субтитров А.Семкин